Послание отличает, прежде всего, на мой взгляд, тот факт, что здесь сделан явный крен в сторону наших внутренних, а не внешних политических проблем, которые, к сожалению, являются традиционными последние три года. Президент подчеркнул, что мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми, мы не ищем конфронтации, это давняя линия России, и при этом подчеркнул, что на самом деле основа наших проблем в экономике – это не только и не столько санкции, сколько неэффективная работа и ряд сложностей, которые копились уже многие годы. Но при этом отрадно подчеркнуть, что президент ответственно заявил о остановке темпов падения экономики, и в этом году этого падения не будет вообще, либо показатель будет минимальный, в разы ниже, чем то, что фиксировалось в последние три года. Послание президента было достаточно спокойным, хотя в его послании были отражены все аспекты жизни нашей страны. Это говорит о том, что у президента есть четкая, уверенная линия по движению страны, по развитию, при том даже по таким отраслям экономики и нашей жизни, которые многие не предполагали. Но, допустим, очень большое внимание было уделено IT-технологиям, поддержке структур, которые сегодня занимаются в этом сегменте экономики, и поддержке продвижения результатов работы вплоть до предоставления налоговых льгот до 2023 года. Все темы были затронуты, начиная от моральных, нравственных вопросов, вопросов экономики, макроэкономики, микроэкономики, здравоохранения, до даже таких конкретных вещей, как, например, условия работы врачей, чтобы они не заполняли. Действительно, сейчас, когда в больницу придешь, многих, особенно людей пожилого возраста, бесит, да, что врачи больше занимаются писаниной, чем приемами, да, врачи, приемами пациентов. И Путин вот на это обратил, например, внимание, да. Очень важно, что, с моей точки зрения, что в этом послании очень много было уделено внутренней политике, внутреннему состоянию нашего общества, экономике. Самые основные вещи, связанные и с бизнесом, и с простыми людьми, выступление президента, звучало одно. Не мешайте работать, не мешайте жить людям вот в таких тяжелых экономической ситуациях. Минимальные проверки, дать возможность принимателю работать и самореализоваться. Понравилось, что будет реализована программа санавиации. Это очень важно, особенно для наших северных территорий, потому что очень много проблем. Парк старый. Для меня, как зам, председатель комитета по обороне, очень важный вопрос обороны промышленного комплекса. Вопросы участия армии и флота в событиях на Ближнем Востоке. И президент подчеркнул, и мы полностью безусловно поддержали все слова благодарности в адрес непосредственно тех офицеров, солдат, которые принимают участие. Самое главное, это та национальная идея, чувство патриотизма, значит, чувство единения нации. Она прослеживает в целом выступление президента России. Продолжение следует...